Друзья, приветствую! Проверял я масло ВМП авто 3сн формула 530А3Б4, но проверил достаточно давно, но ждал, когда Александр ТранзитПро проверит данные образцы на машинке 4-шариковой и машинке трения. Этот образец и два мобила, мобила 1 ESP 530 и полнозольный мобил 1FS 540. Могу показать вам результаты данных отработок, данные отработки по своим параметрам. Просто когда проверял, к сожалению, забыл записать заставку, поэтому вот смотрите, маслом это мне дали на ВМП 10 апреля, залили его 28 июля, слили 14 сентября 2023 года. Мотор VQ35HR Infiniti, пробег на масле 5926 километров, 140 моточасов, средний расход 13,8 литров, средняя скорость 42,2 километра в час. Так, повторюсь, это масло уже проверено, просто записываю заставочку, чтобы вам было понятно. Да, после этого приобретал я еще оплатил, вернее, а Александр сам приобретал на озоне литровку. Видео тоже вставлю сюда. Вот и сравню два образца то, что дали мне, то что приобрели в темную на озоне, ну и покажу результаты отработки и сравнение там с другими маслами по спектру. Не переключайтесь, надеюсь будет интересно и результаты через несколько секунд традиционно. Ну вот эта литровая канистра, которую заказали на озоне, стоила она 1000 рублей. Интересный момент, Devon, у которого много ПАУ, много эстеров, вообще состав очень жирный, C3, стоит 600 рублей. А в МП, вот это сейчас я покажу, по сути из чего она стоит, стоит 1000 рублей. Интересно, да? Так, значит, для чего, я уже объяснял для чего, заказали сравнить, есть ли отличие товарной партии от первой варки. Скажем так, вот, я уже, видите, создал эталон. Видите, здесь ошибка, у меня троечку пропустил, три СН должно быть, а здесь три. И вот, видите, эталон уже с троечкой. Это спектр для вычитания, то есть сравнение одного спектра с другим. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Так, первым делом коэффициент корреляции по пирсону. И вот видим, это масло озоновское, сравнено с эталоном. По троечке видно, что это эталон, который мне дали в апреле, первая варка. Значит, отличается на 3,16 процента. На самом деле, это большое отличие. Это бывает между, даже между классами, между разными допусками. Это может полнозольника от среднезольника отличаться на 3 и даже, ну, даже поменьше, может быть, по процентам. Здесь отличие товарной партии от первой варки достаточно большое. Что-то поменяли в масле, однозначно. Ну, здесь дальше идет полимериум, 89 процентов совпадения, 11. Большое отличие. Но здесь, видите, я полимериум им калибровал, и поэтому здесь его пока больше всего в базе было на тот момент. Так, следующая картинка, это спектр, который отвечает за базу. Значит, красная линия, обратите внимание, это чистая база VHVI-6 тоннека. Она полностью совпадает с синтеком премиумом. Видите, красная и синяя линия полностью совпадает. Выше линия, это у нас тотнев черная. Видно, что здесь процентов, наверное, 50-60 пау. И самая высокая линия, это полимериум x-pro 2. Здесь вообще там максимальный уровень пау. И самое интересное, зеленая линия VMP, они даже хуже, чем чистая база тоннека. Или они что-то добавили дешевое, типа первую-вторую группу, типа минералки. Или какой-то свой компот туда подмешали, который сделал даже хуже, чем чистая база. Так, этот же спектр, я его расширил, чтобы показать нафталины. Видите, здесь от основного пика правее вот такие горбики. Это так называемая гребенка нафталиновая. В полимериуме она есть, в синтеке есть нафталины однозначно. В зеленой линии в VMP нету, хотя на этикетке написано, что нафталины. Ну вот, по крайней мере, спектр их не показывает. Не знаю, может там содержание какое-то микробное, чисто для этикетки. Но вот спектр не показывает нафталины. Вот такая картина. И красная линия, понятно, что это чистая база. Видите, тут вообще ничего нет. Вот так. Следующая область спектра, это у нас эфиры и сукцинемиды. Самый слабенький такой здесь результат демонстрирует у нас синтек, синяя линия. Видите, совсем все бедненько и бледненько. Чуть получше ВМП, но тоже не сильно сукцинемидов здесь и эстеров. Эстеров где-то в районе 4%. И пик, смотрите, смещен. Он какой-то, может быть, это даже пиа. То есть не какие-то не общепризнанные эстеры, скажем так. Ну и больше всего, видите, сукцинемидов у нас полимериум. Потом рядом, очень рядом Татнефть стоит. У Татнефти 9% прибор считает, что эстеров. У полимериума 7. Я думаю, что и 9, и 7 немножко избыточны. Ну, 5-6, наверное, оптимальное было бы. Так, и вот результаты по образцу, который мне дали в апреле. Это первая варка. Значит, обратите внимание, окисление 2315. Видно, что есть эстеры. Противоизносных присадок 0,71%. Это до того, как я еще подкорректировал. Сейчас значение повыше, чтобы, точнее, показывало. Ну, вот 0,71 отметили для себя. Фенольных антиокислитель 0,22. Невысокий уровень такой, ну, слабенький. Но по фенольным хотя бы есть. Аминные тоже есть, но 1,10. Даже не знаю. Ну, слабо-слабо по антиокислите. Значит, щелочное 9,99. Очень высокое. Может быть, даже прибор подзавысил. Не знаю. Вязкость 12,06. А, и кислотное 1,94. Ну, полнозольное масло с эстерами. Поэтому такая вот ситуация. Ну, и приличное количество противоизносных присадок. Так, следующие результаты. Это, видите, Озоновская. Вот здесь я подписал Озон. Так, здесь видно, там 2315 было. Здесь видно, что эстеров стало побольше. 2787. Да, докинули эстеров. Но убрали противоизносных присадок. 0,71 было. 0,63 стало. Примерно на 13% не доложили противоизносных присадок. Фенольных побольше стало. Но это конец сентября. Это уже, когда носом ткнули ВМПшников, что у них проблемы с антикислителем. Я думаю, после этого они уже поддокинули. Но аминных нету. Чуть-чуть ниже щелочное. 9,68. Ну, рядом, но пониже. Да, там, получается, насколько на 5-6%. Вот. Кислотное 1,92 такой же. Ну, и вязкость в пределах погрешности. Там, 16 сотых. В принципе, ну, ничего тут. Базы смешиваются. Базы разные приходят, отличаются. Одна партия баз от других отличается. Так, смотрим. Это у нас уже результат отработки Nissan VQ с мотором VQ-35 HR. Это Infiniti. Nissan, говорю, Infiniti EX35. 140 моточасов. Присутствует бензин 0,69%. Так, окисление и нитрование растет. Это надо с первыми результатами сравнивать. Противоизносных присадок нету. Они закончились. Фенольные тоже закончились, хотя они были. Ну, правда, там 0,22 было небольшое количество. Вот. 0,10 было аминных. А вот аминных стало больше. Я считаю, что это связано с высокооктановым бензином. Владелец использовал и 100-ый, и 98-ый, и Газпромовский, и G-Drive, и все-все такое. Такие бензин добавляют антиокислитель аминный. Поэтому я считаю, что оттуда и попало. 0,69% бензина. Щелочное еще очень высокое, 7 и 2,43 кислотное. И посмотрите, обратите внимание, загущение. Есть небольшое загущение масла. И посажи 0,04%. Загущение 12,25. Ну, две десятые по с антистоксом лично. Так, и вот такой прогноз у меня получился. Что было, что стало. Километры в этом автомобиле, в этих условиях. 140 моточасов. Помоющим нейтрализующим свойством 11,500 по километражу 273. Ну, скажем так, очень-очень средний результат. Для полнозольника, я бы сказал, даже слабый. Как по мне. Нитрование тоже, я, честно говоря, думал, будет повыше. Видно, что масло окисляется азотом. Ну, здесь высокая скорость еще может играть обороты. Но, тем не менее, значит, видно. А вот антиокислители как раз тут и проявляют себя, что их почти нет. Очень слабый уровень, такой низкий. И вязкость. Но на вязкость стоит обратить внимание, что есть загущение. Очень странно. Обычно загущение или неправильная смесь, бедная. И масло загущается от высокой температуры в камере сгорания. Или от переката. Переката здесь быть не может. Да, кстати, не забывайте поставить лайк. ВМПшники ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы мне попросить уведомления о новых видео. И даже я вот на линейке специально прокатал показать, что есть загущение. Вот видите, оно очевидное. Вот. Я думаю, что у этого автомобиля не было никогда проблем. Я не помню проблем с загущением. Много масла на нем проверяли. Поэтому я считаю, что это вот как раз вот какой-то компонент. Типа там победитель трения или еще что-то. И вот линейка из гаража Александра. Тоже самое. Загущение, тот же образец. Видно, что загущение и там, и там. Ну и до ВМПшного масла был Mobil 1 ESP. Видите, износ 1,4. Потом был Mobil 1 FS износ 1,5. Причем там 300 моточасов. Здесь почти 260 моточасов. И самый плохой результат был у ВМП. 1,6 процента миллиметра износ и всего 140 моточасов. На мой взгляд, самый плохой результат. Ну и вот тут как бы такая вот история. Свежее масло демонстрирует шикарные значения по износу. Видно, что над маслом работали. Для выставок оно супер. Для каких-то машинок трения супер. По факту в реальном моторе ведет себя откровенно плохо. Сливает конкурентам. В два раза меньше моточасов, но износ, ну там, прилично больше уже проигрывает в этом компоненте. Значит, видно. Я вот считаю, что что-то они такое намутили, добавили. Повторюсь, какой-то победитель трения или что-то такое. Ну вот, со свежим нормально. А в процессе работы все это сыпется. И вот такое демонстрирует. Средний достаточно результат. И по составу тоже я не вижу ничего какого-то шикарного. Это такое, знаете, как прийти в кафе и вам нальют там воды с картошкой и с луком, елки-палки. А денег возьмут как, блин, за полноценный какой-то хороший суп. Вот здесь то же самое. Ничего такого нет. Нафталины заявлены не палятся. По базе что-то она даже хуже результат показывает, чем чистая база Танека. Скорее всего, что-то подмешано. Но я не думаю, что они там минералку подмешивают. Вряд ли. Но хотя может быть немного. А вот, кстати, почему Олег, этот Манол, их так любит. Он, Олег, любит те составы, где подмешана какая-то ерунда. Типа Манол, Чемпи-Ойл, это еще какой-то фаворита. Вот те, как говорится, из говна и палок сделаны. И вот любит он. Здесь тоже, видимо, чувствует прям носом. Там, где стрёмный состав. Вот. Ну и, значит, такое. Есть, как бы, конкуренты значительно более с жирным составом. Скажем, там, тот же Devon Speedmaster. Но за совершенно другие деньги. Значительно дешевле. Вот такой получился тест. Выводы можете делать сами. Кто хочет, можете пробовать. ВМПшникам можно пожелать все-таки продолжать свою деятельность. Работайте, работайте. Я думаю, что вы сможете улучшить масло и сделать качественный продукт. В любом случае, это пойдет на пользу всем. Вот. Благодарю Константина за образцы. Благодарю Александра за помощь. Да и вообще много людей, кто поучаствовал в этом процессе проверки, выяснения истины. Вот. Значит, все, кто посмотрел, тоже благодарю. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующем видео. Пока.